Депутат Палаты представителей Тенгиз Думбадзе провел очередной прием граждан. Ключевые вопросы остаются неизменными. Мир, проблемы ЖКХ, трудоустройство и правовая поддержка. Я депутат. Парламент наш это тот орган, законодательный орган нашей страны. Иногда градус разговора повышается, но только в конструктивном споре рождается истина. Вот, наконец-то сказал. Так Михаил Шайбак и Сергей Ситник обратились с вопросом капитального ремонта дома. По словам Минчан, состояние приближается к аварийному. Я депутат. Проживаем мы на улице Фонус 9. Мы всем домом боролись за то, чтобы в нашем доме провели капитальный ремонт, согласно техническому кодексу. Дом 1953 года построили. В этом году должны были провести капитальный ремонт. Вроде даже заказали проект. Даже назначили тендер и выделили детей. Мы ходим как раз таки вот Захарова 56, неделю три раза туда ездим. Там вот идут уже завтра идем с главой администрации туда. Вот. Потому что там тоже приходили люди на прием. Проектировщики, они не учили абсолютно мнение жильцов. Вопросы занятости населения также на контроле у минских депутатов. Много есть у нас и предприятий здесь таких вот, понимаете. Чтобы я понимал вот точку отчета какой-то. Ну я бы могу работать в таком представителе, Минчатайзере. Могу, если так говорить, а мне не свое-то напитие. В ходе приема прозвучала беспокойность граждан обеспечением общественного порядка в партизанском районе. Сделать депутатский запрос. Но возможно, при этом понадобится моя помощь. Этот вопрос мы держим на контроле хорошо. Правая поддержка – одно из основных направлений в работе законодателей. Владимир Кожар просит отправить запрос для уточнения некоторых фактов уголовного дела. В 2010 году я был приговорен к уголовному делу по обманыванию кредита через городской суд, верховный суд. Я надеялся отмену приговора. Я из практики говорю, что были случаи, вот у вас, видите, связано с конкретной очень внушительной суммой, вот, да, это разбираться. Но неужели вот за все эти годы, вот, разбирательство, никакую зацепку не мог вот адвокат или кто-то найти? Ну, пришел, ну, заказали в окно, я и вот тоже. И не надо. Окно? Окно и двери. Деньги подали, отдали. Не было сомнения, что он что-то не сделает. Вот. Ну, все, прошло время, ни денег, ни дверей, и я бы не на телефон не отвечая. И вот мы сидим, и все. Пенсионерка Мария Космачевская вынуждена уже пять лет искать справедливость. По объявлению в газете заказала новые окна. Внесла предоплату, а мастер пропал. Физически его если найти, физически? А ничего нет. Нету меры такой, чтобы... Нет. Менчанка обращалась в правоохранительные органы, но вернуть деньги так и не получилось. Пять часов приема, 15 обратившихся минчан. Дальше работа над каждым вопросом и их решение. Себя будем стараться. Спасибо большое. Вам наездкового здоровья. До свидания. Всех благ. Будем надеяться. Продолжение следует...